СИБГАУ Здравствуйте! С вами Анна Морзовик и СИБГАУ Онлайн. В этом году Международная научная конференция «Решетнёвские чтения» впервые принимает гостей в учебно-демонстрационном центре музея СИБГАУ, поближе к самым настоящим ракетно-космическим системам. Подробнее о ходе конференции, а также о других важных и интересных событиях из жизни нашего университета, смотрите далее в выпуске. Торжественное открытие Международной научной конференции «Решетнёвские чтения» состояло с 12 ноября. Уже в 17-й раз конференция проходит в стенах Сибирского государственного аэрокосмического университета. И, конечно, почётные гости, выступающие с приветственными словами, не могли не подвести некоторые итоги. Проекты, которые год назад только обсуждались, сегодня уже активно реализуются. Всегда приятно говорить о какой-то динамике, что мы просто мы из года говорим, что что-то хочется сделать, но как-то не получается. И, наверное, это в сегодняшнем кузове отличие вашей отрасли о том, что чёткость планов, взятые обязательства, срок, вовремя выполняются. И в этом плане я думаю, что у нас ещё много всего людей, много успешных проектов. Одним из почётных гостей конференции был также президент Республиканского центра космической связи Виктор Дмитриевич Лефтер. Виктор Дмитриевич приехал из Казахстана с целью подписания меморандума о сотрудничестве. Итогом подписания меморандума станет взаимодействие Сибгау и Казахстана по ряду совместных проектов в сфере ракетно-космических технологий. Также в рамках решетнёвских чтений Сибгау посетил председатель Национального космического агентства Республики Казахстан, лётчик-космонавт Талгат Амангельдевич Мусабаев. Для зарубежного гостя была проведена экскурсия в Ресурсный центр космические аппараты и системы. Талгат Амангельдевичу рассказали о перспективных разработках, которые ВУЗ проводит совместно с базовыми предприятиями. Важным для гостя было и знакомство с программой, по которой обучаются в Ресурсном центре Сибгау казахские специалисты. Сейчас мы находимся с вами вот в Ресурсном центре, который сегодня как раз является одним из подразделений Сибгау. Для меня это большая новость и очень хорошая новость. Я посмотрел приборное оснащение, оборудование, какие специалисты сегодня работают в этом Ресурсном центре. Это огромный шаг вперёд. Это современное образовательное учреждение, которым можно гордиться. И мы сюда не зря посылаем своих специалистов для обучения. Работа на секциях в рамках Решетнёвских чтений в этом году была более чем плодотворная, ведь география участников оправдывает международный статус конференции. Учёные из России, Украины, Казахстана, Швейцарии, Японии, Китая, Нидерландов, Франции и других стран представили научной общественности свои разработки. Более масштабной по сравнению с прошлыми годами стала и школьная секция научно-техническое творчество учащихся. Около ста школьников 9-11 классов и учащихся среднеспециальных учебных заведений из Красноярска, Железногорска и Новосибирска представляли свои работы по четырём направлениям. Фундаментальные науки, гуманитарные науки, космические исследования и проекты и технические науки. Всего на конференцию поступило около 600 заявок. С докладами выступили более 300 человек по 24 направлениям работы конференции. Всё это говорит о растущем внимании к мероприятию среди научной общественности. За эти 17 лет наша конференция «Рештнёрские чтения» прошла серьёзный путь развития. Ну, я думаю, что неизбедным оставалось то, что она отражала все эти новые тенденции, те изменения, которые происходили в технике развития аэрокосмической области. Создавала возможности для диалога между специалистами предприятий, вузов, университетов, студентами, аспирантами, молодыми учёными и именно специалистами практики, то есть теми, кто работает на высокотехнологичных производствах. Я думаю, что эта тенденция будет продолжена и в будущем. Но мы, в свою очередь, готовы приложить все усилия для того, чтобы это только становилось лучшим климатом, установкой возможности общения, возможности решения тех задач, которые перед нами стоят. Мечту нужно иметь всегда, чтобы она вела вас вперёд, окрыляла, придавала смысл каждому дню и чтобы каждый день хотелось танцевать. 19 ноября в Красноярском городском дворце культуры прошёл межвузовский конкурс «Прошу слова-2013». Программа конкурса состояла из творческого представления и юмористической визитки. Команда первокурсников аэрокосмического университета достойно проявила себя. Жюри присудило нашим студентам почётное второе место. Отметим, что СИБГАУ уже несколько лет подряд регулярно входит в тройку лидеров конкурса «Прошу слова». Так, победителями первокурсники аэрокосмического университета становились в 2009 и 2012 годах. Второе место студенты нашего вуза завоевали в 2011 и 2013, третьими и были в 2010. Поздравляем первокурсников с очередным успехом на межвузовском конкурсе. Всех вас объединяет кто? СИБГАУ! 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 9 ноября СИБГАУ первым из вузов Красноярска внёс свой вклад в зимние Олимпийские игры в Сочи. Студенты аэрокосмического университета приняли участие во всероссийской акции «Спортивный лонг-моб Сочи-2014». Лонг-моб – это 20-минутный забег, участники которого могут передвигаться пешком, бегом, на лыжах, на велосипедах, вплавь и так далее. Организаторы забегов складывают расстояние, пройденное каждым участником, и фиксируют суммарные дистанции. Затем результаты проведения лонг-мобов по всей России создают олимпийскую дистанцию с единицей измерения «Экватор». Эмблемы всех команд, участниц акции, будут переданы перед началом зимних Олимпийских игр в музей спорта города Сочи. Старт лонг-мобов Сибгау был дан на площади Котельникова. Пять команд пробежали по разным направлениям, символизирующим пять колец Олимпиады. Каждая из команд пробежала свой круг и вернулась на площадь Котельникова, где прошел флешмоб. Сто человек выстроились в пять колец и подняли шарфы пяти цветов. 26 ноября во Дворце культуры и спорта Металлургов прошел фестиваль открытой студенческой лиги КВН Сибгау «Пуск». По результатам редактуры из 20 заявившихся на участие команд было отобрано 11. Они выступали на фестивале. Список команд, получивших право бороться за победу в 10 сезоне открытой студенческой лиги КВН Сибгау, можно найти на официальном сайте Аэрокосмического университета, а также в группе «Пуска» ВКонтакте. Не так давно все мы узнали о том, что именно в Красноярске пройдет зимняя универсиада 2019 года. Это по-настоящему знаковое событие, определяющее векторы развития города и края. В связи с этим нам стало интересно, а какое событие в жизни наших студентов является самым важным за все время обучения в Сибгау? День первокурсника, я считаю, самое такое знаковое событие в университете, это когда ты приходишь еще и ничего не знаешь, и тут тебя охватывает полностью жизнь. Вот это сама подготовка, интересное общение со старшими, с людьми из других факультетов. Ну и сама атмосфера очень важелюбная такая. Мне кажется, это самое такое яркое, интересное событие. Моим самым ярким впечатлением было поступление в Сибгау. Мне это запомнилось тем, что появились новые знакомства, новые друзья, новые преподаватели. Ну, наверное, самое запоминающее событие за мое обучение в данном университете произошло буквально недавно. Был лонг-моб от штаба универсиады проведен. Ну, было очень массово интересное мероприятие, то есть довольно хорошо продуманный квест. Потом на площади Котельникова построили кольца, ну, тематические олимпиады. Было очень много народу, все красиво сделано, хорошо организовано. Самое грандиозное событие в студенческой жизни – это была сдача первой сессии. Было очень страшно, мы боялись, мы все зубрили. Ну, когда мы пришли на экзамен, было не все так страшно, как казалось. Преподаватели увидели с другой стороны, не как на лентах. Ну, мы смогли, мы сдали ее на стипендию. Все замечательно. Одним из запоминающихся событий в моей студенческой жизни была недавняя встреча Олимпийского огня. Это было очень интересное, незабываемое зрелище. Для меня одним из самых ярких событий была подготовка к Дня первокурсников, потому что мы, как Совет студентов ИТК, очень активно принимали в этом участие. Мы готовили наших первокурсников к этому мероприятию. И очень большой объем работы был проделан. За мою недолгую студенческую жизнь мне больше всего запомнилось мероприятие межвузовское. Прошу слова. Была очень серьезная подготовка. Мы завели новые знакомства, научились танцевать. И мне больше всего еще запомнилось выход на сцену перед большим залом. Все нас поддерживали. А на сегодня это все новости. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте. А мы с вами увидимся в следующем выпуске. Всего доброго и до встречи.